Всем привет! Все ждали наше очередное видео, когда мы вернемся из России в Казахстан. В общем, дубль 2. Прошли мы границу, слава богу, нас все запустили. Границу проходили 8 июля, но так как видео выкладываем только сегодня, дорога была непростая, сложная. Получается, мы с России до границы Казахстана доехали хорошо, дороги ровные, а вот с Семипалатинска до Талдыкургана очень плохая дорога. Мы ехали 24 часа, получается, сутки. А, нет, до Талдыка, ну мы где-то 20 часов ехали только до Талдыка. Так как дороги очень плохие, у нас была поломка, пока сделали машину. Ну, в общем, вот выкладываем видео, и все хотят знать, как мы прошли границу. Первое, на что хотим обратить внимание, это ПЦР-тесты. При выезде из любой страны необходимо сделать ПЦР-тест. Мы, у меня супруг вакцинированный, я не вакцинированная, так как я в положении. Супруг вакцинированный, получается, ему пришло в приложении паспорт вакцинации с QR-кодом. И мы все равно сделали ПЦР-тест, когда уезжали из России, на всякий случай. И, в общем, когда проходили границу, ПЦР-тест не попросили. Супруг просто показал на телефоне паспорт вакцинации с QR-кодом. Ну, и пропустили. Как бы не знаем, раз на раз не приходится, поэтому всегда всем говорим, если кто-то нас спрашивает, что лучше всегда сделать ПЦР-тест, чтобы еще был. То есть мы, я с детьми, мы все сделали ПЦР-тесты. Так, второе. Также с 10 июля, что касается ПЦР-тестов, с 10 июля для Казахстана правила изменились. Необходимо, чтобы теперь переходить границу сухопутным путем, необходимо скачать программу «Путешествуй без ковид». И там есть все правила, как вы загружаете, куда идете сдавать ПЦР-тест. Там все написано, объясняется все. С этой программой мы не успели еще заехать, поэтому даже не знаем, как она работает. И что касается граждан России, с 7 июля также изменились правила въезда в Россию для граждан Российской Федерации. То есть теперь необходимо сдать по одному ПЦР-тесту. Раньше было по два. Вот теперь по одному сдаете и все. А если вы вакцинированы, то вообще ПЦР-тест не нужно сдавать. Так, третье. Вот в комментариях в первом видео у меня спрашивали, действительно ли 30 суток надо быть гражданом России и так далее. Да. Когда я въезжала, у меня есть вид на жительство в Казахстане. У меня супруг казахстанец. Получается, когда мы въезжали обратно в Казахстан, меня спросили прям, то есть 30 суток вы были за пределами РК или нет. То есть, ну, они этот вопрос проверяют. Так что раньше приехать не получится. Так, и еще хотела сказать четвертое. Транзит не работает. Если вы хотите, допустим, из России попасть в Узбекистан или обратно, то Казахстан вас может не запустить, потому что нет основания для въезда. То есть, в какую бы вы страну не захотели въехать, везде нужно основания. Либо это близкие кровные родственники, либо лечение, либо работа. Ну, вот что-то такое, что вы могли бы предоставить при пересечении границы. И еще хотела сказать, что когда мы, это вот на нашем личном опыте, когда мы выезжали из России, получается, в Казахстан, мой муж прошел первую регистрацию, его выпустили без проблем, когда я начала проходить границу с детьми. Россия затребовала все документы, паспорт моего супруга, чтобы РК был, потом свидетельство о заключении брака, и все это должно быть в оригинала, в оригинале. Поэтому, пожалуйста, возьмите с собой, если вы едете, возьмите с собой все документы, убедитесь, что у вас все есть на руках. Свидетельство о рождении, свидетельство ваше, свидетельство о рождении детей, паспорта детей, свидетельство о заключении брака. Ну, вот если муж у вас казахстанец, копию тогда, или супруга, то копии паспортов, то есть, чтобы у вас все было на руках. Вот. При въезде в Казахстан ну, также спрашивали все документы, цель въезда, и, ну, вот основание, да, получается. Вот. Что еще мы хотели сказать про... Ну, и все, наверное, просто, что вот... Многие также спрашивали в комментариях про дорогу. Дорога плохая. Вот еще раз хочу сказать, что приготовьтесь, дорога сложная, от Семипалатинска до Талдыкургана очень сложно ехать. Практически едешь по одному грунту. Практически. Вот мы ехали, и, ну, процентов, наверное, 80 мы ехали по грунту. И машина, конечно, изнашивается, и, ну, самим очень сложно ехать в таких условиях. Вот. Если будут какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Постараемся ответить. Ну, то, что знаем. То, что именно мы прошли от своего опыта. Всем спасибо большое. До свидания.